Добрый день! Я рад приветствовать вас на канале Дивный Сад. И в этом видео я хочу показать, каким образом я сажаю, в данном случае, косточки персика в горшки. Вот я приготовил горшочки для посадки, в которых они будут расти. Этот персик я провожу эксперимент. Этот персик нерайонированный, короче, не вырос в данном регионе. Это южные сорта. Вот я закладку на сертификацию сделал 13 декабря 2017 года. Сейчас я достаю и буду делать посадку. Как я это делаю? Вот я убираю песок, достаю косточку, вот она такая большого размера. Я не знаю, вырастет она, не вырастет, прорастет она, не прорастет. Это я еще раз повторяю эксперимент. Но общий принцип посадки косточек неважно. Косточки это персика или косточки, сливы или еще любого чего. Он одинаковый. То есть берем, делаем неглубокую ямочку такую. Кладем, ну здесь в данном случае большая косточка. Кладем туда косточку и присыпаем. Все. На этом посадка завершена. Не забываем поставить здесь табличку о том, что мы посадили, чтобы потом не забыть. Следующее так же. Здесь косточек немного. Для эксперимента я взял здесь всего несколько штук. То есть здесь, наверное, даже не помню сколько записей, я не сделал сколько, но очень мало. Здесь вот еще одна. Здесь надо порядка пяти или шести таких. Мне просто понравились эти персики по вкусу. Поэтому я решил попробовать, что из этого выйдет ради эксперимента. Вот сажаю и вот так вот. Следующее. И понаблюдаем за тем, что у нас в итоге будет. Будет ли у нас вообще что-либо. Так, сейчас я вот это убираю. Посмотрим, сколько здесь их всего. Опа. А что-то будет. Что-то будет. Первая косточка уже начала прорастать уже здесь. Значит, возможно, что-то будет. Сейчас я очищу от песка и вам покажу эту косточку. Так, вот эта косточка целенькая. Эта косточка целая. Так, вот она целая пока еще, да. Я ее кладу сюда, присыпаю, прижимаю. Так. Сейчас так земли неровные, на котором ставят дешки, поэтому все так вот кто как. В кривь, в кость. Делаю ямку. И вот здесь вот смотрим с вами вместе. Вот сейчас смотрите. Я освобождаю аккуратненько, чтобы не повредить. В данном случае. Аккуратно. Вот он, да? Видно. Это, конечно, не очень хорошо, но вот видно уже, что она. Вот. Двойная, во-первых. Две половинки. Видно, да? Корешок пошел. Что делаю я в данном случае? Я беру обе, а второй еще сильнее пошел. Вот видно, да? Что буду делать? Я возьму и просто их сюда вот так вот помещу. Как они есть, вот так вот. Как они два пошли, два корня. Вот так я их и оставлю. И просто присыплю вот так. Сделаем вид, что как будто они здесь и росли. И здесь и проросли. Вот. И в таком виде оставлю. Дальше она уже само. Сами они решат, как двигаться, куда двигаться, в каком виде двигаться. И так далее, и тому подобное. Делаю следующую. Достаю. Следующую косточку. Так, эта косточка у нас тоже целая, не открытая. Кладем. Кладем. Присыпаем. Так. И в силах получается у нас это шесть. Шесть косточек получилось. Шестая косточка. Сюда вот ее кладем. Также присыпаем. Вот так вот. Так вот я ее выжимаю. Смотрим, здесь по-моему все. Да. Они крупные. Здесь больше нет. Все. На этом посадка косточек в принципе. Таким образом я сажаю все. Косточка и культура, они одинаковые. Горшок. Косточка после стратификации. Присыпал землей все. И после этого они входят. Вот. Буквально я сейчас покажу. Вот здесь я посадил сейчас. Вот в эти вот горшочки. Вот целый ряд туда пошел до конца. Ничего себе. Количество. Здесь я посадил также косточки сливы в синий. Тоже южный сон. Здесь ничего не видно в принципе. Поэтому здесь вот у них. Часть из них не проклюнули до сих пор. Часть проклюнулась. Поэтому я уже сажал их примерно как персики. Все. Если допустим вы покупаете косточки. И также хотите вырастить собственные деревья. Не покупать саженцы. А уже вырастить собственные сортовые деревья. Что в принципе я рекомендую сделать. Что самое лучшее. Это не быстрый вариант. Это нужно дождаться пока дерево вырастет. Но это надежный способ вырасти собственное. Ну и это конечно гораздо дешевле получается. То есть. Заготавливаете. Берете такие 7-литровые горшочки. Вот. Подготавливаете специальный грунт. Заполняете его. Закладываете косточки купленные на статификацию. Покупаете только у проверенных продавцов. Потому что есть разные варианты. Я покупал много у кого. И часть сходила. Часть не сходила. Часть до сих пор на реке. Вот их можно будет. Горшки заново готовить. То есть убирать. Это самое. Как его с вами. Убирать сорняки из горшков. Они уже прорастают. Вот как здесь. Желтые сливы. Зеленые сливы. И приходится доставать косточку. Из горшка удалять. Заново горшок перетвисать весь. И упаковывать. Ну вот дорогие друзья. Хотел в продолжении этого видео показать вам. Как вырос персик. Вот он уже. Такой красивый. Прошел примерно месяц где-то. С момента посадки. Вот так он выглядит. Остальные 5 персиков. Которые были посажены одновременно с этим. Ну он конечно же вы видели. У него уже были корешки. Остальные 5 не взошли. Вот результат какой. Да? Мы сейчас имеем. Все. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Пробовали вы сажать. Так же как и я. Косточками. Что у вас получилось. Рассказывайте об этом. До новых встреч. Друзья я приветствую вас. И в этом видео я хотел вам показать. Разное время высаженную сливу желтую. И как она выглядит сейчас. Вот эта слива посажена из проросших косточек еще дома. То есть я высадил, пересадил, вот видно здесь вот, да, торфяные стаканчики пересадил. И высаживал уже в торфяных стаканчиках сюда, в эти горшочки. То есть она вот за это время выросла таким образом. Ну конечно весна была холодная. Она не росла. Это понятно. Но вот эта слива посажена косточками прямо в горшочке. То есть она сюда высажена была. И она высажена сюда была гораздо позже. И мы видим, да, практически, ну, незначительная разница между посаженной, высаженной в торфяных горшочках, то есть поросла она гораздо раньше, и той, которая посажена косточками непосредственно в горшочке. То есть вот видно, да, она практически, ну, незначительно отличается. Некоторые экземпляры, в зависимости от силы роста, видимо, заложенной в косточке, они достигают. Ну, это видно. Вот. Поэтому вот такая особенность замечена мною. Хотел с вами и поделиться. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok